Субтитры создавал DimaTorzok С виду ничем не примечательный новый снимок Хаббла, какого-то там очередного 68-го Абеля в инфракрасном свете при детальном рассмотрении заставит вас просто простонать от восхищения. Смотрим вместе. Во-первых, конечно же, сразу же бросается в глаза мощь камеры широкого поля 3, помноженной на проникающую силу специальной камеры телескопа Хаббл. Все эти точки, полоски, пушистые пятна, галактик, скопление Абель-68 находятся на гигантских расстояниях, начинающихся с 2 миллиардов световых лет. Во-вторых, если присмотреться в центре снимка, видны изображения галактик фона, которые чудовищная гравитация скопления искажает столь причудливым образом, что они напоминают скорее метеоры, чем далекие звездные дома. Хотите иллюстрацию общей теории относительности? Вот вам одна из лучших, которую готовила нам природа. Эйнштейн аплодирует и улыбается. Перед нами предсказанная им гравитационная линза, дифракционную картину, которую в виде концентрических арок из далеких галактик на темной ткани искаженного пространства времени мы имеем честь тут наблюдать. Астрономы и космологи запаслись циркулями и линейками и прикладывают их и так, и эдак к этой линзе, чтобы посчитать количество темной материи, общую массу скопления, сделать прикидки расстояний и создать модель эволюции. Этого достаточно приличного по объему кусочка большой вселенной. В-третьих, что это? Что это такое? Там, над огромной эллиптической галактикой, персонаж компьютерной игрушки 70-х Инвейдерс? Или может это тот самый, уважаемый в определенных кругах людей Эдди, выглядывает из темноты космоса планетку, на которой можно чуточку поживиться? Конечно же, нет. Ответ очень прост. Это спиральная галактика фона с Z1,6 с хорошо видными рукавами и желтым ядром, сдублированная в зеркальном отображении, как бы обтекает со всех сторон линзу, создаваемую той самой гигантской эллиптической галактикой на переднем плане с Z0,26. В-третьих, не настолько зрелищное, но от этого не менее грандиозное событие. Справа вверху, через все скопления, пробивается галактика, с которой межгалактическая среда срывает газ в процессе, который астрономы называют срыв оболочек ударным давлением. Видите, как от нее вниз летят, как искры при сварке, скопления, потоки звезд, газ и прочий материал. Вот сколько всего можно увидеть на таком с первого взгляда неказистом снимочке. Скажите мне теперь, что космология неинтересная наука. Продолжение следует...